Всем привет! Ранее я уже делала несколько обзоров на поезд Аллегра и на поезд Ласточка. Сегодня пришла очередь поезда Сапсан. Поехали! Будет интересно! Ну что могу сказать? Очень много места для ног. Это действительно так. Есть вешалка для одежды. В целом очень комфортно. Есть вот такие замечательные подголовники. И я надеюсь, что вот эта ткань, да, она меняется. То есть, в принципе, здесь очень достаточно чисто, очень тепло. Есть телевизионные панели, еще прессы различные. Ну и такая угорная небольшая здесь. И зеркало также имеется. Есть небольшие крючочки. В общем, в принципе, все как всегда, но в Ласточке даже был, наверное, туалет получше. Что интересного могу рассказать еще о поездах Сапсан? Это то, что цена образования здесь динамическая, так же, как в поездах Аллегра. То есть, разницы в этом плане нет. Если вы, например, хотите поехать в будний день, то тогда цена будет немножко подешевле. Если хотите поехать в выходной в праздничный, цена будет подороже. Понятно, что в Сапсане достаточно высокий прескурант. Например, сейчас я еду в будний день, и мне билет обошелся где-то в районе 2,5 тысяч рублей. То есть, достаточно, в принципе, небюджетно. Но, с другой стороны, вы очень сильно экономите время, так как если вы прилетаете в Москву либо в Санкт-Петербург, то вы прилетаете на самолете не в центр. И если же вы едете на поездах Сапсан, то вы прямо прибываете в центр. Но, конечно, на тысячу рублей где-то будет в любом случае подороже. Даже подороже, чем те же самые лоукостеры вроде Победы. Кресло откидывается немножко. Когда откидываете кресло, конечно, очень кайфово сидеть. Хорошая скорость, достаточно тихо. Прям такой релакс. Сейчас пойду попушу и покажу, что там в вагоне ресторан. Вот такое меню в вагоне-ресторане, в вагоне-бестрон. Итак, я, пожалуй, закажу вот это. Омлет с томатами и куриной грудкой за 200 рублей. Вот так вот выглядит мой омлет с куриной грудкой. Вот такой чай. Также дали дополнительно вот такую шоколадку небольшую к чаю. И посмотрим, что же там внутри. Вот такой вот омлетик с куриной грудкой. Все очень горячее. Конечно, такая порция очень маленькая. Но сейчас попробуем порцию. Там, конечно, прям малюсенькая такая. За эту цену. Тут получается за 200 рублей 3 вот таких кусочка куриной грудки. Немножко томатов. Ну, вот такой вот омлетик небольшой. Это наш комитет. Комитет-седвючок. Очень даже вкусно. Очень горячее блюдо. Видно, свежий омлетик. Омлет такой нежный, насыщенный овощами. Очень много их. Да, кстати, чай тоже отдельная тема. Вот такой чай обошел сегодня в 100 рублей. В таком термосстаканчике. В такой пакетик. Самый дешевый. Кстати, есть и по-дорожью. Чай здесь. И, собственно, вот такая вот шоколадка, которая прилагалась. Вот это все в 100 рублей. Надеюсь, это видео было вам полезным. Хорошего вам настроения. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»